Всех приветствую! Сегодня мы снова в Италии, в горы Харц, или как по-русски Гарц. Только мы в этот раз решили идти по низу, по ущелью, вдоль реки, пройтись и посмотреть на все это с другой стороны. То мы смотрели сверху, теперь мы смотрим на все это снизу. Сейчас приблизим, посмотрим, что там. Так, ну-ка, покажи нам, что тут интересненького. Конечно, мне надо бинокль достать и так посмотреть. Сейчас следующую посмотрим поближе. Тут мы дошли уже до каких-то домиков. Не знаю, что тут. Может быть, какие-нибудь гостиницы или еще что-то. Представления не имею, но что-то по-любому есть. Надо подойти где-то прочитать, а где что тут написано. Ну, кстати, вот прошел уже. Что-то не сделал акцент. Вон там лестница вниз, тут пару окон интересных. В общем, все как везде. Вот друг мне тут рассказывает, у него тут дочка была, это для подростков тут. Они приезжают, тут занимаются, отдыхают. Там вот еще какое-то здание на ремонте явно. Так, мы дошли до мостика. Я думал, мы так по этой стороне и будем идти. Но нет, тут мостик есть. Ну, что вам сказать. Тут ничего пока сказать не могу. Посмотрим. Если что-то необычное увидите, напишите. Вот на самом верху вроде что-то похоже, но не факт. Там вижу какая-то пещера. Там вижу напротив пещерка какая-то. Сейчас подойдем, тут мостик есть через реку. Но там вижу замочек висит. Тут река с порогами. А с этой стороны с огромными глыбами. Вот сейчас мы как раз и посмотрим, есть ли тут какие-нибудь внизу что-то напоминающее нам блоки. Хотя могли все уже давно вытащить и вывести. Но посмотреть будет полезно. Вот тут такая скала острием такая висит. Причем вот такая очень огромная. свешивается прям над входом. Ну, а тут затоплено. Ха-ха-ха. Сейчас мы фонариком туда посветим и посмотрим, что у нас там есть вообще. Фонарик, фонарик. Ну-ка покажи нам что-нибудь. Так, ничего не вижу пока. О, надо поближе подойти. Тут все в паутинах. Сейчас в паутин освободимся. Пам-пам. Она туда-туда пошла. Так, стоп. Надо влево уйти. Она уходит вправо. Значит, мне надо светить слева. Тут у меня какие-то комары. Короче, насколько я вижу, уходит вправо. Такая она круглая. И непонятно, там то ли конец, то ли она еще вправо уходит. Непонятна глубина. Если вправо уходит, значит, еще глубже. Если нет, значит, вот я ее край видел. Там сколько метров тридцать. Наверное, примерно так. Отвесные скалы. Там вижу защитное выше ограждение стоит. И все равно тут знак есть. Может быть, камушек прилететь, в общем. Скалы. Ну, что вам сказать. Сдвиг тектонических плит, да, сюда бы под официальное описание подошел бы. Вулкан сюда вообще как бы не пляшет. Но, что самое странное, может быть, я плохо искал. Я не нашел описание образования именно вот этой, вот этих парочку гор. Слева вот этот, которая, ведьмино место. И вот это справа. Название забыл. Ну, в принципе, и не важно, как она называется. Тут я был в прошлый раз другом. Первый раз, а потом мы вот туда, на ведьмино место ходили. Вот там. Сейчас я покажу, что у меня над головой висит. Так, а что мы дергаемся? Я же потихоньку веду. Совсем что-то барахлить стало. И вот это вот висит над головой. Какое впечатление, что тут кучи блоков не хватает. Скалы, конечно, интересные. Но, что самое интересное, так много ровных линий. Очень ровные. В общем, ну, как бы выглядит, вроде как бы они так трескались, да? Но как-то слишком ровно. Просто жесть. Просто обалдеть. Как все тут интересно. Я даже не знаю теперь, откуда интересней, сверху или снизу. Сложно сказать. Думаю, в принципе, одинаково. И оттуда интересно посмотреть, и отсюда интересно посмотреть. Надо будет еще поискать образование этих скал. Как же все-таки они образовались. Но сидел я довольно долго, но не смог найти. Но с меня такой еще этот сыщик в интернете. Тут вот, смотрите, вода выступает прямо со скалы. Где-то там внутри этих скал вода образуется. Ну, как там у некоторых по теории там сирот, да? Ну, опять же, это все равно теория. Но, по крайней мере, образование воды очень интересно. А вот тут, посмотрите, я, к сожалению, не смогу показать. Дальше я не могу, но это слишком ровные линии. Просто интересные скалы. Ну, вот тут блоки очень такие огромные. Конечно, их тут и обчесать могло. Плюс при падении, насколько они сильно повредились. Ну, я не знаю, вот тот блок, сейчас я приближу его. Он в длину, ну, примерно, если с угла на угол, где у него выступают. Метров, наверное, ну, не знаю, 6-8 метров в длину. Вот представьте себе такие блоки. Здесь по реке рассыпанные. Плюс прекрасно же можно понимать, что их отсюда и брать легко могли для каких-то нужд. Ну, буду периодически на это внимание обращать. Может быть, что-то интересное попадется. Ну, вот тут куча блоков. Вернее, отвалившийся скал. Не буду говорить, что это блоки. Хотя, если на них, смотря с какой стороны посмотреть, как они выглядят, то все равно вопросы есть. Понятно, что полет их был, с какой высоты. А вот тут вот очень интересно. Так, как бы поближе мне это сделать. Сейчас я где-нибудь чуть-чуть в сторонку, вот так, наверное, и попробую это показать поближе. Ну, как бы делайте свои выводы, на что это похоже. Там вижу еще впереди огромная куча. Ну, тут, похоже, везде так будет по всему нашему маршруту, скорее всего. Вот это сколько метров? Метров пять, наверное, вот так в длину. Ну, он еще вон раскололся. С этой стороны видно. А вот на это посмотрите. Это как вот природа так образовала. Смотри как. Почти идеально ровно, да? Какие-то минимальные тут есть искривления. Ну, просто жесть. И там сверху, в принципе, все так же. Но я не знаю, как это на камеру будет видно. Сейчас я вот сюда и приближу. Очень и очень интересно. Красиво. Красиво. А тут какие завалы. Огромные. Сколько тут блоков огромных. Просто невероятных размеров валяются. Это вот я говорил с той стороны. Ну, сейчас мы все равно дойдем, я надеюсь, до... Где вот я говорил там, что похоже какое-то сооружение было. Ну, вот это сколько в длину? Оооо. Метров восемь-десять, да? Примерно. Ну, думаю, восемь метров точно есть. И вот там все, вот таких блоков. Весь склон. Всяких разных размеров. Каких хотите. Огромных, маленьких. Ну, вот эта глыба, например, вот. Отшлифованная просто. Ну, понятно, водой. Тут, тем более, когда много воды. То поток ее весь всю закрывает. Ну, а теперь еще можно представить. Представьте, вот. Прямоугольник более-менее ровный. Он летит с высоты, скажем тут. Ну, примерно там. Восемьсот или девятьсот метров. Сколько у него углов отобьется, отколется. Поэтому внизу в реке хорошие прямоугольники. Я не уверен, что мы найдем. Но вот так все выглядит по склонам. Просто все в глыбах завалено. Завалено различными огромными и маленькими и средними. Любой величины. Вон там тоже огромный блок. Там метров шесть, наверное. Пять-шесть в блину. Все склоны завалены. Тут, конечно, еще вот дерево уронили. Что, не попилили, не вывезли. Непонятно. Вроде большое дерево. Ну, типа, в Германии дерево не нужно. Хотя в магазине, когда сейчас особенно заходишь, цену сознаешь и за голову берешься, сколько дерево стоит. Вот так весь склон. Представляете? Сколько тут всего обрушилось. А сколько, теперь представьте, вот тут дорога. Я иду по дороге. Сколько отсюда еще вывезли. В общем-то это, ну, показать где-нибудь структуру этого камня. Ну, по мне так это гранит. Вот здесь вот, как он отколотый. Хорошо просматривается. Вон такой, я не знаю. Честно, сейчас очки, конечно, еще одену, посмотрю. Но он мне, блин, какой-то бетон напоминает. Серьезно. Реально какой-то бетон напоминает. Но неизвестные нам. Сейчас я посмотрю внимательно. Так, я тут вот еще на той стороне нашел интересные камни или блоки. Как правильно сказать, где спуститься. Но тут вдруг вот знак нашел там и прочитал его. Ой, мне понравился. Сейчас я расскажу, потому что там вода шумит. 300 миллионов лет назад. Мне вот эта цифра всегда нравилась. У них всегда такие цифры. 300 миллионов лет назад. При высоких температурах. Образовался вот этот вот гранит. Вы представляете. Вот всегда я смотрю. Ну, ладно. Я Елены Тапсиды, по-моему, ролик смотрел. Я, конечно, этого нигде никогда не читал. Но она там прочитала. Там миллиарды. Написали, что происхождение миллиарды лет назад. И сколько-то там много тоже. Миллиардов я не помню. Но это я, конечно, от души посмеялся. Спасибо, Елене Тапсида. Это очень весело было. Ну, как я говорил, тут в принципе вот вся река такая. Понятно, что тут сверху все сюда и плюхалось. А вот что-то тут осталось. Смотрите, как ровно. Сейчас чуть-чуть приближе. Я даже не знаю. У меня какой-то такой небольшой штопор. Вот что-то мне напоминает, как деживью. Я не могу понять, что. Бывают какие-то ассоциации иногда. Что-то увидишь. И вот что-то ты вроде где-то когда-то видел такое похожее. И причем не природное. Ну, как бы мне кажется, это и так не природное. Но официалы говорят природное. А справа вон уже явно современники с мелких камней наложили. Это на то, что современники в состоянии сделать. А кто вот это делал? Вот это вопрос. Как вообще скалы создавались? Да. При высоких температурах. Понятно. В общем, наплавили. Ну, как я хотел посмотреть. Да. Во-первых, гранит, да, напоминает он немного. И бетон местами. Потом вот здесь, если присмотреться, вот блестящие такие. Не знаю, слюда это или кварц. Что это такое? Очень много. И какие объемы. Ну, конечно. Ой-ой-ой. Полди. Ты смотри. Притворилась мертвой. Только что ползла. Приблизил камеру. Пальцем трогаю. Она как труп. Как веточка. Эта гусеница. Видел? Ну. Притворилась мертвой. Прикольно. Вот смотри, какие углы. А это мы не до этого хребта дошли. По-моему, как раз до этой стены, да. Которую мы. Ну, вторую сторону. Вторую сторону не видим. Вот в чем вся проблема. Ага. Ну, тут с этой стороны мы их два таких видели, да. Ну, а вот тут я вижу, вот уже напоминает что-то. Даже блоки. И причем сильно. Ну, я не знаю, как сказать. О, какие ощущения. Они вертикальные, да, блоки такие. Обычно как бы мы привыкли горизонтальные. А в данном случае вертикальные. Ну, конечно, как бы реально предположить, что здесь когда-то была вот через это ущелье огромная стена. Но в таком ущелье и стена тут же сразу у нас какая ассоциация. Ну, банально. Гидроэлектростанция, да. Гидроэлектростанция подходит. Сейчас я попробую где-нибудь рассмотреть с другой стороны. Не знаю, получится, нет. Гидроэлектростанция подходит. Вот who? Субтитры создавал DimaTorzok Ну, хочу пару слов сказать еще Тут вот, говорят, новая болячка появилась Тут еще старую продвигают гнуть в Германии Тут вот эта война, боевые действия в Украине В общем, это все складывается такое впечатление Что это все одно и то же продолжение просто Потому что я о одном ролике говорил уже давно, в самом начале Это очень интересно Представьте себе, вы живете с соседом И сосед, у него колодец, вы договорились, он вам воду поставляет Протянули лоток и он вам черпает и воду поставляет А потом, что-то он там на кого-то поругался А вы с тем солидарны И вы начинаете в него камни бросать А он вам просто продолжает воду лить в этот лоток постоянно Вы в него уже булыжниками, уже всем чем попало А он продолжает Это вот на сегодняшний день вот так выглядит все Это такой театр таких масштабов И я понимаю, что многим, конечно, этого непонятно У меня тоже в начале как-то такое сколыхнуло Думал, ну все, наверное, решили оторваться от глобального мира И я смотрел там, многие так решили Ну вот тогда уже, когда я говорил Мне непонятно, что это происходит Против них все, а они нате, держите, пожалуйста, все В общем, грабеж родины моих предков Как продолжался, так и продолжается Ничего теперь только совсем взамен Так хоть что-то имели, а теперь вообще ничего Это, конечно, и причем опускание Я как-то в одном ролике говорил Это опускание уровня жизни по миру Это началось в Германии При приходом предыдущей бундесканцлер Переход в евро И тут уже стало очень это очевидно И потом все, вот это, вот это вот Баранофикус, это совсем что-то с чем-то Теперь вот это вот войнушка Куда втянут весь мир И по всему миру это происходит По всему же миру идет ухудшение жизни Так, ладно, сейчас, секунду, друг, что-то нашел Так, друг, я проскочил Правую сторону смотрел Михаил тут увидел мне Ступеньки сделали даже Вот на такую огромнейшую глыбину Сколько метров Ну вот это точно, наверное, уже близко к 10 метрам Вот такие камушки О, да тут не то, что 10 Если нижнюю часть взять То тут, наверное, уже за 10 метров выходит А вот тот уголок, куда у нас был выпилен Интересно, в какое место вставлен Откуда он вывалился Ай-яй-яй, какой уголок красивый Просто идеальный Ну, в общем-то То, что я вижу вот сейчас местами на той стороне В принципе, все то же самое Все завалено глыбами огромными И причем Сверху тоже вот там Просматривается Правда, не уверен, что это будет на видео видно Ну, по крайней мере, внизу Вот там Наша цивилизация выкладывала Сейчас приближу Это что такое? Ну, не знаю, сколько мы еще пройдем Но думаю, немало Пока желания уходить отсюда нет Я, честно говоря Не знаю, есть ли смысл все сподряд показывать Просто очень много Огромные Просто вот я насколько вижу Видимость позволяет Я это все вижу Вот этот склон Он весь вот такими Глыбами завален Возможно, тут и карьер когда-то был Вот здесь шли Просто брали А это что-то оставалось Возможно, там вот этот хребет Я показывал в прошлых видео Когда мы там в последнем ролике ехали обратно Видно было Снизу, к сожалению Из-за деревьев мы не можем этого просмотреть Выглядит, как будто огромная стена Или Проще сказать Огромная дамба Тут когда-то была И причем Огромнейшей высоты А это значит Сколько тут воды могло Собраться Даже трудно себе представить В общем Тут высоко довольно Я не знаю, сколько точно Вот тут, допустим От этого Дна реки И До верха, допустим Какая высота Но Прилично Приличная высота Конечно Вот так все В общем Наверное, я дальше так уже не буду снимать Не вижу в этом смысла Потому что вот так все идет дальше А где что-то интересное уже увижу Что-нибудь немножко необычное Или еще что-то Тогда, конечно, покажу А так вот просто идти Вот эти Огромнейшие глыбы показывают Как бы особо смысла нет У них просто тут Все вот так завалено Мне Дойти до того сооружения И напротив ту сторону Надо посмотреть Вот это мне еще интересно Как там будет Субтитры сделал DimaTorzok Ну все очень красиво Местами, конечно Очень даже напоминают блоки Очень ровные Очень сдвинутые Все очень красиво Самое главное 300 миллионов Лет назад Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, конечно, проблемка Тут Дело в том, что из-за деревьев Сюда надо зимой приехать Мы не можем найти Где На вот этом Ведьмином месте Где там было Вот то похоже Очень сильно На сооружение И чтобы посмотреть Нижнюю часть Но в принципе Там тоже все завалено Огромными глыбами Да, как я говорил Вблизи Все смотрится по-другому Очень много Ровных линий Просто огромное количество Ну, посмотрим Может быть Приедем как-нибудь Еще зимой сюда Когда листвы Совсем не будет Это, конечно Увидеть Другую сторону Противоположную Будет Гораздо интересней Сейчас, конечно Красиво Зимой не так красиво Но Видимость Будет Гораздо лучше Продолжение следует missed Продолжение следует Стоит Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 там крыши торчат который домик я только что показывал а тут глыба и на ней написано выцарапана или выдолблена 1834 год ну я другу говорю ну знаешь если бы у долбил тысяча наверно 434 год чем мелочится то поэтому вот таким вот выдолбленным надписям верить то не очень-то как-то меня доверие иметь у какая глыба огромная лежит ну ту сторону к сожалению толком и показать не смог из-за растительности хотя вот ну да вот тут просматривается там просто все завалено весь склон глыбами но они уже не того размера конечно не такого вот вот тут размерчик ну метров наверно 8 10 с той стороны мы я вижу их как бы но я понимаю что на камеру я их показать не могу вот такие глыбы огромные там по 8 по 10 метров видать то видно а вот отснять их практически нереально этом между веток их просматриваю где-то даже можно биноклем чуть-чуть посмотреть но 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 вот тут я вот вижу вот их все а понимаю что на видео вот практически их не видно будет это надо сейчас мне сюда вскарабкаться получается чтобы ее только вот эту глыбу за этими деревьями отснять но не вижу смысла их тут и так хватает карабкаться чем карабкаться если вот есть например подошел его так вот ну можно чуть-чуть конечно приподняться поближе чтобы картинку сильно не портить приподнимемся немножко на несколько метров на три скажем так метра и вот так посмотрим вблизи так чуть-чуть левее посмотрим потом посмотрим правее там сверху вот глыбы наваленные вот что-то болелось когда-то и немножко вверх на глянем и там края конечно некоторых у многих закругленные такие итак друзья прогулка заняло более пяти часов поэтому я вынужден прервать показ этой этого путешествия по этому ущелью вдоль реки смотрите еще наверное будет примерно пару серий точно пока не могу сказать еще весь материал не отсмотрел на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok